Добрый день всем! Итак, масочный режим отменён в нашей стране. И что дальше? Какие выводы мы можем сделать после всех происшедших событий? Я имею в виду ту волну заболеваний. Вот сейчас записываю это видео и слышу, как на улице воют сирены скорой помощи и, соответственно, жизнь продолжается, и люди продолжают болеть. И, возможно, что это тоже везут человека с подозрением на ту самую инфекцию или тот самый вирус. Мне захотелось поделиться с вами некоторыми своими выводами, которые я сделала, наблюдая за тем, что происходило в последние пару лет на фоне вот этой вирусной волны. Дело в том, что из всех моих знакомых, и, включая мою семью и меня саму, все, кто придерживался и придерживается здорового образа жизни и здорового образа питания или хотя бы пытается что-то делать, чтобы немного приближаться к этому самому здоровому образу, вот тех последствиям этого заболевания коснулись либо весьма несначительно, то есть люди либо переболели очень-очень легко, либо они вообще не заметили, как переболели, либо, если они даже и болели, то не так тяжело и не с такими тяжелыми последствиями, как это происходит и происходило у людей, про которых нельзя сказать, что они как-то тяготеют к здоровому образу жизни или здоровому питанию. Если говорить вот чисто о моей семье, то в эту зиму мы с мужем где-то два или три раза вроде как начинали болеть каким-то вирусом со всеми симптомами, вот это вот ломота, боль, недомогание, какие-то катаральные явления, ну что-то похожее там на грипп или какую-то вирусную инфекцию, но дело в том, что мы уже давно, уже несколько лет придерживаемся здорового питания и ведем здоровый образ жизни, и плюс у нас есть свои наработанные мероприятия, которые мы сразу же проводим и которые сразу же позволяют нам миновать вот эту опасную стадию, когда вирус внедряется глубоко и начинает очень активно действовать. То есть уже при первых, самых малейших симптомах вирусной инфекции мы начинаем применять очищение кишечника, переход на жидкое питание, убираем твердую пищу на пару дней и плюс какие-то симптоматические вещи, такие как ингаляции, дыхательные практики, теперь вот еще и плюс эфирные масла очень большую роль начинают положительно играть в нашей жизни. И поэтому нам хватило буквально пары дней, чтобы благополучно преодолеть вот это начинающееся заболевание и снова быть в строю. Я даже не могу сказать, что мы были на постельном режиме. Мы как-то так переносили быстро за пару дней на ногах. Но и то же самое происходит с тем моим окружением, которые уже знают, что такое к настоящему здоровый образ жизни, что такое очищение организма, что такое грязный организм и очищенный организм. И при том, что эти люди вовремя начинают применять вот эти самые мероприятия, о которых я точно сказала, и при том, что их организм не так уж сильно запущен и иммунитет достаточно хорошо работает, вот такие люди, они либо не пострадали совершенно от этого заболевания, либо они перенесли его довольно легко. И вот совершенно я не могу этого сказать о тех людях, которые в моём дальнем окружении, ну или не очень дальнем, но они не имеют отношения, то есть они понятия не имеют, что такое оздоравливать своё питание, что такое очищение или загрязнение. То есть они вообще этого не понимают. Соответственно, у них заболевание протекало очень тяжело, с тяжёлыми последствиями. Ну и, как вы знаете, есть даже летальные исходы, скорее всего, и в вашем окружении тоже это есть, о чём я могу, конечно, только глубоко посочувствовать. Но речь сегодня о другом. Речь о том, какие выводы мы должны сделать из всего этого. Вот я, например, сделала очень чёткий вывод, и я хочу, чтобы вы тоже меня услышали сегодня, что, скорее всего, несмотря на то, что сейчас отменён масочный режим, и как бы мы сейчас... больше наше внимание сейчас переключилось на другие события, но, несмотря на это, всё равно будут появляться какие-то либо новые вирусные заболевания, либо разновидность того, либо оно снова вернётся, либо будет какая-то волна, и этого никто точно не может знать. Точно так же, как на 100% никто не может утверждать, что он знает точно природу происхождения этого заболевания. Мы можем строить только какие-то догадки, версии, но утверждать с точностью до 100%, что мы что-то знаем, да, мы не можем. И поскольку есть вариантность того, что будут появляться новые инфекции, новые какие-то вирусные заболевания, не исключено, что они могут быть по тяжести даже и сильнее, чем это. Может быть такое же, может быть сильнее, но, опять же, этого никто не знает наверняка. Так вот, вывод-то какой? Вот тот урок, который получило наше человечество за эти пару лет разгула инфекции, должен быть очень хороший урок. Основываясь на той статистике, которую я вам только что привела, вывод-то надо делать какой? Что если сейчас не задумываться о том, как ты питаешься, какой образ жизни ты ведёшь, то неизвестно, что ждёт тебя в ближайшее время. А точнее известно, что при новой волне или вспышке заболевания может быть всё гораздо хуже, чем это было. И если в этот раз вы как-то там справились, или вам помогли справиться с горем пополам, с побочными явлениями, то нет гарантии того, что в следующий раз вы тоже с этим благополучно справитесь. С этим или с тем, что ещё предстоит в плане инфекции. Вывод однозначен. Урок человечеству преподнесён очень большой, колоссальный, огромный урок. И вот прямо сейчас надо начинать действовать, надо менять свою жизнь тотально. Просто вот кардинальным образом менять свои взгляды на ту еду, которая ежедневно появляется в вашем рационе, на те действия, которые вы совершаете в этой жизни. Какой образ жизни у вас? Либо это активно какие-то общефизические, общеразвивающие мероприятия, либо это пассивное лежание или сидение. Долгое время. Важно думать о том, как работает твоя выделительная система, как работает кишечник, а не забивать на него и не ждать раз в неделю стол. Важно думать о том, как работает твоё кровообращение, насколько у тебя все твои органы, системы, клетки напитаны кровью, либо они терпят дефицит в питательных веществах, а отсюда и слабый иммунитет. Надо думать о том, как таким образом работает твоя лимфатическая система по выводу стока, по выводу отходов. Либо ты стоячее болото, либо у тебя всё-таки более-менее налажен этот вывод, и ты не являешься рассадником грибов, паразитов, вирусов, зловредных бактерий и так далее. Надо думать о том, насколько щелочная или кислая среда в твоём организме. Если она закисленная, значит, ты в большей группе риска, нежели если у тебя щелочная среда. И так далее, и так далее. И в первую очередь, конечно, все эти вопросы решает питание, потому что питание – это база всего. И если до сегодняшнего дня вы всё ещё смотрели сквозь пальцы на то, что вы едите, что вы покупаете, что в ваших корзинках продуктовых, что в ваших тележках, что у вас в холодильниках, в шкафах, кухонных, то вот сегодня настал момент сделать генеральную уборку в ваших продуктовых запасах и поменять ход мыслей и поменять своё питание на более здоровое, более естественное. И делать это нужно без промедления, потому что, как видите, жизнь скоротечна, и поскольку уже много лет потрачена на то, чтобы угробить свой иммунитет, то у нас нет такого запаса времени, чтобы много лет потратить на его восстановление. Действовать нужно быстро, прямо сейчас, пока не поздно. Я предвижу вопрос, как к этому подступиться, как это всё делать. Но здесь ответ такой. Действовать нужно комплексно. Действовать нужно, прежде всего, вооружившись знаниями. Это, собственно, то, ради чего я веду свой канал, ради чего я веду свой блог, свою просветительскую деятельность, ради чего я закончила институт натуропатии. Я только и делаю, что просвещаю людей, пишу посты, статьи, книги, выпускаю видео, только для того, чтобы объяснить, как именно подступаться к этому, как менять свою жизнь, как менять свой образ питания, чтобы иметь более крепкий иммунитет, чтобы не попасть под раздачу. Что я могу посоветовать? Ну, во-первых, пока жив YouTube, дай Бог, чтобы он был для нас, для России жив и дальше, пойти в мои плейлисты и пересмотреть весь плейлист «Мой здоровый образ жизни», пересмотреть весь плейлист «Доктор натуропатии», но посмотреть другие плейлисты, которые имеют отношение к питанию и к здоровому образу жизни. Пойти на мой блог, ссылку на который я даю под этим видео, и перечитать весь блог, все статьи или посты, как можно их назвать, о том, как развивался, собственно, как развивался мой путь, с чего я начинала и к чему я пришла, и что я делала на этом пути. Это подписаться на меня ВКонтакте, допустим, потому что ссылку я тоже там даю, потому что это тоже мой путь, и если листать все время вниз и начинать смотреть и читать и слушать снизу, то тоже можно понять мой путь и как я к этому шла и что я делала для того, чтобы сейчас иметь право утверждать, что здоровый образ жизни спасает от многих заболеваний. Это вот, собственно, то, что можно сделать в бесплатном формате, чтобы меня не обвиняли в том, что я навязываю какие-то свои платные услуги или продукты, я их никогда никому не навязываю. Можно всю информацию получить бесплатно, если очень внимательно штудировать всю информацию, которую я на протяжении уже шести лет выкладываю на своих площадках, в своих разных источниках. Понятное дело, что я не могу в одном видео ответить на вопрос, как, потому что это заняло шесть лет. Но я понимаю, что не все готовы тратить много времени на то, чтобы вот это вот все штудировать, потому что это явно не один вечер, это явно в разы больше. Для таких людей, которые не готовы тратить свое время, есть платные услуги, есть курсы, есть книги, есть записи вебинаров, из которых тоже можно подчеркнуть очень много вот именно вот этой вот пошаговой информации, в которой как раз даны выжимки. И ссылку на платные продукты я тоже всегда даю под видео. Все можно найти у меня в моих источниках, если главное только понять, для чего это нужно, для чего вообще нужно менять вот этот образ жизни, к которому вы так привыкли, к которому вам, возможно, тепло, уютно и комфортно, но в котором у вас, конечно, уже накопились проблемы. Проблемы в плане того, что у вас уже есть какие-то хронические заболевания, что, возможно, вас уже не устраивает ваша внешняя форма, ваш вес, то, как вы выглядите, то, как вы себя чувствуете. Поэтому не теряйте времени, начинайте все штудировать, смотрите, что я предлагаю, и всегда есть возможность задавать даже какие-то вопросы, потому что работает Телеграм-канал, чат в Телеграм-канале, работают и другие социальные сети, где всегда есть личная переписка, и те, кто хочет, он достает меня своими вопросами и получает такие ответы, хотя и, может быть, не такие подробные, как он бы хотел, но в какие-то направления я все равно даю в своих ответах. Вот, друзья, так что масочный режим окончен, но это не означает, что мы должны расслабиться и продолжать, ну, так сказать, барствовать, да, в своих прежних пищевых привычках, в переедании, в потакании своим слабостям, таких, как пристрастие к сладкому, к мучному. Нет, ни к чему хорошему это не приведёт, и если вы держитесь за эту жизнь, если вам есть вещи, которые и люди, которые вам дороги в этой жизни, ради которых вы хотите делать вашу жизнь долгой и качественной, то есть смысл начать менять свою жизнь прямо сейчас. И я искренне желаю вам, чтобы всё у вас получилось и чтобы ваше здоровье крепло день ото дня и чтобы никакие опасности в виде новой волны заболеваний вам не грозили. Удачи всем и здоровья!